Все, подружились. Дайте я сфотографирую. Можно его погладить? Рыбку выслеживает. Можно погладить? Не знаю. Вика, добро пожаловать в парк бабочек. Окей. Та-дам! Смотрели в интернете, что посмотрите здесь в Хау-Лумпур. И там было написано, съездите в парк бабочек. И Вика так загорелась этим желанием, что мы ее уже не смогли отговорить. Все, Вика пошла ловить. Я не знаю, наши подписчики знают или нет Викину любовь к бабочкам. Это просто что-то невероятное. Вот она уже тянется. Какие там громадные. Она сейчас будет ловить всех подряд. Я никогда не видела гигантских бабочек. Я тоже ловила. Пошли, поймаем. Бабочки, берегитесь. Вика идет. Вика, без сачка вас сейчас всех. Кстати, у нас на даче штук пять сачков всегда. Каждый сезон просто. Я почти поймала. Телефасунки. Где телефасунки? Ой, гоняй, гоняй! Телефаски. Ой, ой. Она меня какнула. Она такая прикольная. Ой. Прилетела красавица сюда. А это тоже бабочка? Нет. Нет. Ст рекоза. Еще одна. А может, это стрекозлиха? Что ты знаешь? Да. Гигантская какая. Вика, хочешь такую поймать? Она живая вообще? Проверить? Ой, что-то шевелится. Нет. Нет. Можно ее схватить? Вау, какая она там красивая. Вау. Можно ее поймать? От нее такое дети. Ой, как мило она у тебя сидит. Похоже на большую моль похоже, если честно. Из старых дедушкиных валенок вылезла. Там гигантские есть. Скопление бабочек. Вау, какая красота. Вообще нереально. С красной головой. Да? Очень красивая. Усики потрогаю. Давай устроим акцию «Спасите бабочек». А что нужно делать? Разорвем здесь потолок. И они все улетят. Им здесь комфортно. Зачем? Как смотрел кино. Что? Она на меня села, потом ночила, там что-то... Кушать себя начала. Такие красивые бабочки сидят и кушают. Вот мы с папой вот эту одну бабочку. У нее крыло больное и лапки одной нет. В общем, она... В общем, мы ее посадили сюда, чтобы она могла есть и тут спать. Ей тут, наверное, мягко. Ну, много места занимать, конечно. А это вон. Тут такой рай бабочек. После сада бабочек мы зашли тут в мини-музей насекомых. Вы когда-нибудь видели движущийся лист? Листок. Листок. Но это не листок, это насекомое. Это насекомое, представляете? Я в шоке. А если вырвать этот лист? Куда вырвать? Он тебя вкусит. Это не лист, это насекомое. Оно маскируется. Бат, листочек. Как он прям похож. Вот именно природа. Как прекрасно, видишь? Да. Все продумано. Ой, Вика, смотри. Смотрите, какие. Это кто? Самые гигантские в мире насекомые. Самые прекрасные и самые гигантские стик инсекции. Какие-то цепляющиеся насекомые в мире. Ой, зацепит. Вот этот верхний посередине зацепится такой за тебя. Больше моего кулака. Вот это мой кулак. На голову тебе сядет. Что будешь делать? И ты его не сбросишь, потому что смотри, у него лапки какие. Цепляющиеся. Представляешь? Самые большие жуки в мире. Скоробеи. Скоробеи. Жутковато. Они были живые. Были живые. И темоль тоже. Ой, я немножко... Мне неприятно здесь находиться, если честно. Огромный молоденький. А там где-то вот в одной из клеток он живой такой есть. И мы подложили ананасик, чтобы покушать. Самые большие кулаки в мире. Малайзийские. Да, тут все самое большое. Какой пушистый. Какой миленький. Вика, всего лишь твою голову. Махнатик. У тебя голова меньше. Что там? Это Скорпион. Это Скорпиандра. Милипеда. Как она называется? Миллиононожка? Между прочим, из Малайзии. Миллиононожка или сороконожка? Это миллиононожка. Миллиононожка! Зачем ловили таких самых красивых, блестящих бабочек? Они прям приливаются. Они реально приливаются? Это... Как голограмма какая-то. Естественное вообще такое приливание. Они реально что-то сделали. Да, мама! Естественное. Здесь какие-то висячие... Висячие насекомые тоже, которые маскируются, да? И сразу и не заметишь. Да. А еще мы здесь видели зеленую змею. Пойдем покажем. Две. 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 И она сбросила себя в школу. Вот они. Представляете? Так сразу и не заметишь. Ой, они куда-то тянутся. И смотри. Вика, ты видела, они сбросили кожу? Красивые. Тут всего лишь миленькие в ковречках скорпиончики. Ага. А здесь что? А это те, которых мы видели в засушенном виде. Здесь они живые. Вика, как ощущения? Ну, не хотелось бы, да, где-нибудь на земле такого встретить? Ощущения, как будто бы на тебя ползают. Ой, ужас, ужас. Вика, куда мы приехали? Мы приехали в паст птиц. Тут можно кормить птиц, гладить. Некоторые сидят в клетках. И тут их очень много. Там какие-то вот птичьи разборки. Вот что он кричит? А он лягушку съел только что. И что у него? Не знаю, делиться ни с кем не хочет. И с варенья, что ли? Калючий. Мы его сюда не пускаем. Он тебя боится. Красивый. Нет, 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 нет. Ой, не пугайте его. Да, они выручные. Я хочу погладить. Он цапнет тебя сейчас. Сказал, можно. О, какой пушистый. Вика приручила павлина, да? Это другой, не бояка. А, а тот был фрусливый. Да. Он еще и кейтон. До старта пчала он там. Все, подружились. Дайте я сфотографирую. Все хорошо. Какой такой павлин, мавлин. Вика цапля, рыбу ловит. Можно его погладить? Рыбка выслеживает. Можно погладить? Не знаю. Ого. Чуть-чуть нос не отцапал. О, наглец. Я видела, как он меня прям... Видишь, что он на охоте, а ты ему мешаешь. Я хотела с ним подружиться, как с павлином. А павлин был хороший, дружный. А блецный-то какой? Что-то покоцали тебя уже. Пёрышек не осталось. А попа какой этого дедика? Стоит прям посреди дороги. Что, он спит, что ли? Фистукан. Фистукан. Кого ты здесь нашла? Птенчиков. Маленьких птенчиков. Это инкубатор. Я думала, тут будут яички, из которых они будут вылупляться. Ой, малыши, спят. Малюсенькие. Иногда жарко. Ой, какие пушистые. Маленькие. Малыши. Мы приехали в супер-ресторан, где у нас паровозиком идут разные сухи. И вот тут у нас как-то бутаттан. Там васаби. Там васаби. Слушайте, Вика схватила с этой, как она называется, с этой ленты. Думала, что это горох. Российский горох. А это оказалось... Это не горох. Смотрите, он пушистый. Да. Она открыла эти бобы. А это оказалось соя. Сойбин. Соевые бобы. Это джелибин. Они так неприятно пахнут. Я не знаю, они какие-то мокрые, влажные. А подай ведь попробовать, может, ей понравится. Я уже попробовала, но мне пришлось это все выпьемить. Вот тут едет супер крышка собиратель. Скажи, что там крышка собиратель? Ну, в общем, там стоит банка. На эту банку вот крышки вот так кладут. И вот потом к нам едет. Подъезжает твоя крышка собиратель. Смотри, Вика, твои тирамисюшки. Ага. Вот так. Это чизкейк. А вот это едет тирамису. Мое любимое чудо. Вот дай. Будешь вместе с бабами кушать все это. А чем они есть? Палочками. Палочками. Вот ложечка у тебя. А вон крышка собиратель. У тебя ложечка тут есть. Да, да. Я попробую вот эти вот. Что это? Что-то с лососем. Вики, мы заказали вот такие вот с краблой палочкой, потому что она с рыбой не ест. Вообще ни с чем не ест. Она ест либо просто с креветкой, либо просто с огурцом, либо вот сейчас попробовать с краблой палочкой. Ну, вообще в России я знаете, как я люблю. Мне подают, когда мы с мамой суши заказываем, она мне заказывает с рисом вот так обертываем. Там креветка, белый сыр и огурцы. Я все скидаю. Ребята, всем привет. Мы вернулись из Куала-Лумпур. Прилетели обратно в Таиланд. И здесь стоит просто наишикарнейшая погода. Сейчас я вам покажу. Вот такой балдеж. Небо чистое. Ветра практически нет. Солнце. Как оказалось, вот этот нашумевший тайфун-пабок прошел мимо Таиланда. То есть он задел буквально слегка его. Были небольшие дожди. Два дня были сильные волны. Но, слава богу, все обошлось. Да, Вика? Но мы нисколько не жалеем, что слетали в Куала-Лумпур. Нам там очень понравилось. Где бы мы еще, Вика, с тобой увидели говорящий унитаз? Ты куда? А, сейчас Вика будет нырять. А на российском телевидении нас, ну, очень сильно напугали. Там говорили, такие страшные вещи. Слава богу, все обошлось. Я уже думала, все отделю хана. Ну, теперь мы в бассейне и все. Да, после бассейна пойдем на пляж. Покажем, как Вика ловит волны, да? Да, и я тоже рада, что мой смайлик улыбается. Ну, ты показать свой смайлик. Ну, да. Субтитры сделал DimaTorzok